здорово друзья это них 86 и в этом виде ролике мы будем убирать маленький косичок в общем ребята когда еще кузов холодный и вы едете по небольшим кочкам именно где кузов вот так вот колебается вы ощущаете такой вот звук вернее слышите но мне кажется нет сама гремит а там есть крепление болт и шайба вот и слишком там большой зазор и это нужно все исправить как это все исправляется чтобы снять это все две лопаточки вот эту снять и нам нужно полторашечку так чтобы это снять нужно частично снять дверные уплотнители так снимаем уплотнители чуть-чуть видим там пистоны 2 они буквально вот здесь вот и один вроде здесь пистон тек но очень сейчас нему и покажу так и также уплотнитель надо снять здесь в общем снимаем зажима здесь просто такой уголок заходит вы тянете на себя а ту сторону просто так толкаете и все вот видите да теперь нужно вот эту часть снять но это надо делать очень аккуратно там пистончики мы сейчас лопаткой будем отгибать и снимать ну вот друзья вот те самые пистоны и когда будете ставить смажьте силиконом в чем был все таки прикол тут тут сразу все понятно вот этот херня издавала звук так это нет тут все нормально и минутах херня и только здесь с этой стороны там нету где водитель вот когда вы едете вот такая херня происходит и это очень хорошо слышно но в общем сделаем люфт минимальным еще плюс найдем шумку и наклеим сюда а чтобы лучше было понятно смотрите вот шайба видите вот она бегает вот здесь вот 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 сюда нужно счета подкинуть в общем ребята тут такая залупость сюда ключ на 17 слишком большой на 15 слишком маленький в общем он тут на 16 у меня его нету ни головки ничего но хер вы меня на е в общем счетом защищен укрыт в общем этот взял такую вот проставочку сам сделал просто здесь сделал надрез сейчас все ставлю главного аккурат попасть в ту шайбу которая отходит отсюда в общем ничего не получается я то проставочку просто все разорвал и выкинул сейчас самичек подъедет и мне головку завезет на 16 оказывается на у него есть а вот и санечек подъехал это раздорова я лучший автомобиль мире делаю на который все петушат я думал на 16 головки нету а когда купил этот китайцы сначала первый рейнс равно китайцы сила спасибо сейчас я прям даже при тебе все сделаю так ребята еще золкому фигню нашел такую шумку из т.п. наклеил на эти ребра и уже звуки стали но не такие сильные вот хотя бы по железке уже не бьет а так все конечно вот есть есть звуки но все же но так сейчас отвернем так на 16 подходит что да кайф вот это втулочкой гремит она очень похожа на втулку на рычаг кпп на 11 это очень похоже вот походу она изнашивается и все так все идеально подходит вырезал сейчас все ставим где мне обратно здесь ребята есть такая смазка она такая тугая никогда ее не вытирайте это чтобы плавно ходил сам шток и я тут еще сам добавил слегка смазочки или тольчику и все но надо слегка чтоб потом ремень не испачкался так первый слой шайбы есть так где нас еще так 2 пошла 2 пошла все вторая тоже залезла в аккурат вот смотрите все крутится все чин чина рем ну и напугался думку доделась и сюда закручиваем ну вот так все получается ну конечно все равно есть звуки но уже не такие и маленько уже ходит слегка с натягом нормально так еще сюда налепил чтобы меньше звука все издавало ну все больше ничего не надо она сюда можно можно маленько наверно подкинуть хотя нет лучше не лезть сюда не надо лезть ну что все собрал звуки то вроде ушли все вроде как бы четенько а раньше я думал знаете на что я думал задняя полка бьет по стеклу и туда я наклеил то есть не наклеила вставил уплотнитель лобового стекла с алиэкспресс вы можете там также убить на в этот овалики уплотнитель лобового стекла вот вставил да она опустилась и на больших вибрациях вообще здесь ничего не слышно но это была не она это была вот эта стойка еще был момент говорили то что гремит сиденье вернее замок но я так вот трогаю вроде все окей там слегка что-то сдает звук но я сильно нажимаю ну в общем ребята пробный выезд звук все равно есть в общем зря я стойку разбирал это не она она вообще не шумит оказывается при движении это все херня то что мы вот эту трогаем при движении это не ничего такого не бывает но вы слышали наверное это в натуре походу замки сидений надо их смотреть но в общем ребята по сути то шумит вот этот замок получается если берем за подголовник слышите я хочу сделать чтобы он так не гулял наклеить сюда какие-нибудь упоры когда еще много было изоленты вроде как все было нормально и кстати есть такая тема когда закусывает именно обшивку тоже начинает бить вот ребята снял сиденья и вот смотрите слушайте вернее так что вот эта херня по сути она не поможет то что этот налепил я думал шум то здесь ни хера в общем попробую стянуть здесь все здесь здесь есть крепление надо подтянуть да и чем сама придумать и налепить такое интересное чтобы тут все не ходил вообще даже может звука не этот в общем ребята нихер херней страдать это звук он минимален и он настолько минимален то что мне мозги можно сказать не делает нет не просто было интересно где-то херня в общем здесь все прикручено на совесть все хорошо и звук это не это и блин нет такой неровной дороги что прям вот так вот все ходуном ходила нет звук другой он какой-то звонки мне кажется все таки это ремень безопасности мозги канифольцам и обоймы и в общем я тут что сделал просто вот тут удар ремень и чтобы он так больно то не звенел я вот тут уже залепил на хер к херам и в рот я шатал все вот эту херню все поставил закрыл все нормально и заодно полка там будет не будет бить а а металл гадина че звук все пропал почти да очень надо что все было плотничком везде и тогда все будет нормально в натяг что прям сиденье в натяг садилась даже можно что-то вот тут вот наверное такой вот наклеить чтоб просто все было в натяг вот сейчас там также наклею еще раз проедусь скажу чё как и все больше вот этой херней я маяться не буду и жара не могу пусть видео то в чем некоторые все выдумывают насчет вес ты начинает стойку лезть начинают еще куда-то лезть и врут говорят все звук ушел на самом деле нет он звук где-то присутствует это точно не в стойке не надо ее разбирать никому даже с ее люфтами никаких просто звуков нету тишина так что блин чтобы вот так вот вот помните как я стойку брал вот именно эту обойму то есть не обойму направляющую ремня я про сильно бил чтобы вот такая амплитуда было это надо чтобы просто машина подлетела не знаю куда в стратосферу а при даже вот такой дороге если давать даже если вы поедете 60 никаких звуков просто нибудь так что в принципе блогеров слушать не нужно типа тут гремит там гремит на самом деле ребята это хайп и бабло все вот и все где-то да там что-то шумит мне кажется это обойма потому что салон по-честному собранный на пятерку не на твердую пятерку но на пятерку все нормально были моменты до подзвала на 5 минусом были моменты какие-то я там подделал но в целом все нормально не будет никогда ничего идеального это там но это 1000 процентов я садился и в эти и митсубиси и в пола и в разные тачки и где-то какие-то сверчки все равно присутствовали что-то где-то било это будет всегда и водитель это всегда слышат вот если ко мне садятся пассажиры они это вообще не ощущают они это просто не слышат вот только вот такую машину все будет нормально вот это тарахтелка вот так что ребята дрочить на салон на сверчки не стоит да если где-то что-то сильное и вы можете это исправить делается а если что-то незначительный просто смысла нету вот он ребята уплотнитель про который я вам говорил на алики берете это 6 миллиметров вылет здесь вот или фигу 8 6 миллиметровый в общем последнее мое решение еще вот сюда а я его закину и все и вообще больше не делать не буду и он кстати хорошо так вставляется и смотрится нормально как бы органично все что вообще полка была прижата и по максимум стоп сигнал он яркий там если даже слегка где-то счет там перекроет вот там слишком большая площадь диодов так что вообще никак не повлияет все смотрите как все красиво получается и полка вообще не бьется раньше она все-таки билась сейчас вообще просто все в ажоре и все и не хрен трогать машину все насчет скрипов больше вообще видоса снимать не буду нет смысла так ну и все ребята все равно прокачусь и скажу что и как сегодня отдаем машину 11 очень жестко на сварку на левую сторону потом придет химия интересные и мы обработаем машину эту два раза сначала дедовским методом просто дедовским а потом типа современным будем все в порог заливать чтоб просто там вот такой был слой гудрона что вообще потом не ржавело в общем вот по такой дороге звук этот петушины проявляется в общем он остался ночью все равно поменьше его вот но шумка повлиял хирург знать я уже сам не знаю что там ну вот больше делать ничего не буду ну и нафиг не так он меня сильно раздражает но все ребята всем удачи пока и кому нужны интересные ссылки с товаром с тюнингом зайдите в описании можете купить по скидке с промокодом ник 86 в общем для кого у кого есть веста и grand fl все всем удачи и пока